всем здравствуйте как ваши дела ваше настроение рада что вы снова со мной так будем смотреть с вами сегодня расклад напомню да про близ консультации в разделе сообщества на главной странице моего канала переходите и читаете пост и приходите кому интересно вот так вы можете оставлять свои идеи да вопросы какие вы хотели бы возможно чтобы я рассмотрел убийц консультациях тоже вложила то есть какие-то идеи например одна из идей была включить в лиц консультации например вопрос в потоке я тоже такая интересная задумка тоже пишите в комментариях что какие вопросы вы хотели бы увидеть либо темы хотели бы увидеть у близ консультации чтобы я понимал а мы с вами сегодня смотрим на склад что самое главное нужно изменить в себе в этом году и так отодвигаем сразу эти две позиции вот голубенький камешек позиция номер один единички что самое главное нужно изменить в себе в этом году если есть что-то пятерка педагли во первых претензиозность да то есть претензиозность она может быть не только по отношению к другим людям да она может быть и к себе в этом году необходимо убрать все претензии убрать недовольство убрать какую-то борьбу чем связана эта борьба чем вы тут боретесь семерками честь да с какой-то хитростью с каким-то обманом по поводу чего по поводу какой-то до аркан мира завершения и здесь какая-то ситуация возможно до вашей жизни в которой вы как будто бы и не уверены что вы хотите ее завершить либо не знаю какие-то отношения с человеком либо что-то в себе завершить что-то изменить вот вы как будто бы боретесь то есть одной здесь интересный момент с одной стороны вы понимаете что где-то вы себя обманываете что на самом деле я не хочу это завершать какая-то часть вас говорит о том что надо завершать то есть пора здесь уже никакого смысла нету есть ваши вот это вот почему на почему хотите завершить то что есть какая-то претензиозность да то ли вы не получаете то что вы хотите то ли у вас не получается то ли вы чем-то здесь недовольны и вот идет вот это вот борьба борьба по сути то есть какая-то малая часть вас не хочет завершать ситуацию отношения не знаю какое-то здесь завершение идет но как будто бы логика говорит о том что надо вот это вот бесконечная борьба внутри вас она не приводит ни к чему хорошему то есть вы вроде бы и не продолжаете эту ситуацию а с другой стороны не останавливаете да и не отказываетесь то есть от нее вот вы из-за того что хотите остановить эту борьбу внутри себя да вы акцент делаете на борьбу и тем самым вы ее все равно продолжаете то есть вот как бы то так сказать вы хотите определиться в чем-то да но из-за того что бывают доводы и в одну сторону и в другую сторону вас появляется это колебание и по идее цель определение но вы акцент делаете нет не на то что мне поможет определиться и принять окончательное решение а вы акцент делаете на тем доводы до которые способствовали бы этому определению и тем самым вот когда вы делаете акцент на эти доводы до этих доводов все больше и больше делать то есть вам нужно сменить фокус внимания именно с доводов там претензии не удовольствия либо еще что-то на то что вы хотите получить в конечном итоге то что вы хотите получить в конечном итоге а вы сами не знаете здесь вот в этом то понимаете и причина вы сами не знаете и держитесь как будто бы за за то что вам не хватает ресурсов то что я не могу определиться есть какой-то замкнутый круг да то есть я не могу определиться я не могу решить эту задачу и вот у меня не хватает сил у меня не хватает ресурсов и тут одно мнение там другое мнение своей голове здесь вы злитесь на себя здесь где-то в чем-то сами себя обманываете да и появляются какие-то вторичные выгоды в конечном итоге вы не можете определиться а причина заключается в том что вы сами не знаете чего вы хотите почему почему вы не знаете что вы хотите аркан смерти потому что сейчас знаете на самом деле как будто бы не время вот самое идеальное да я бы вам сказала вот в этом году да вообще не парьтесь по поводу определения почему потому что здесь был аркан смерти аркан звезды которые говорят о том что вы сейчас находитесь в какой-то трансформации до тех пор пока какие как пока изменения вашей жизни не произойдут картинка не прояснится и как бы мы там своей воде своей лужицы не барахтались да вы все равно не не сможете увидеть целостность цельную вот этот вот кадр цельную картину своей жизни до что будет вас ожидать в будущем то есть по поводу аркана звезды то есть куда вам идти дальше дальнейший путь это знаете как когда человек сломал себе ногу например да и он лежит там в реанимации плюс ко всем еще какие-то там побои и вот он начинает мечтать вот я выйду я буду бегать я буду это делать я буду это делать вот и по сути это закрыт в этом и есть самообман почему потому что пока ты не пройдешь вот этот вот момент реабилитации пока не произойдут изменения пока ты четко не поймешь может ли ты на ногу наступать бы разрешается эти тебе потом бегать да то есть пока вся картинка не прояснится все о чем вы здесь думаете да это вот пустая трата времени то есть если вы для себя как будто бы решаете что мне делать как мне быть как мне определиться там там завершить какую-то ситуацию не завершить там распрощаться с человеком не распрощаться с работой еще что-то это все будет бессмысленно то есть пока не пройдет нужное время до по аркану возрождение пока вы не возродитесь пока не окончательно картинка не прояснится вы не сможете увидеть а куда вам дальше двигаться потому что сейчас у вас нету да по луне лабиринт у вас нету этого понимания но и показать вам сейчас ваш дальнейший путь не могут почему потому что как будто бы сейчас знаете условно говоря решается ваша судьба то есть от того как она решится будет зависеть ваши дальнейшие действия поэтому знаете вот это выражение да мы предполагаем а бог располагает вот здесь про это то есть чтобы вы тут не предполагали это вот просто будет тупая трата времени да направьте лучше свою энергию не на то чтобы как-то принять окончательное решение потому что здесь как получается один день я так думаю другой день я так думаю потом начинаю себя осуждать почему я свое мнение меняю почему я весь на один день я на каких-то высоких вибрациях а вот мне все кажется что я смогу у меня получится я не хочу это завершать другой день как-то настроение упало и да зачем мне это нужно лучше от этого отказаться то есть вот здесь какая-то вот такая ситуация происходит по луне непонятная мутная циклично непроясненная она и не пояснится потому что еще не время да поэтому хочется сказать простым языком не не понимаетесь дурью да не занимается никакой фигней перенаправьте свою энергию на что-то такое более нужное позитивно дать посмотрим лучше на что вам перенаправить свою энергию на работу рыцарь пендакли на работу и туз кубков то есть работайте если это не работа скорее всего работайте над раскрытием своих возможностей на раскрытие и на понимание своих эмоций на раскрытие своих талантов на то чтобы понять себя чтобы наполнить себя эмоционально то есть знаете вот вы как будто бы должны над собой больше поработать что значит поработать над собой увидеть в себе какие-то знаете вот хорошие такие качества какие-то свои способности это это передать знаете когда хорошее настроение у человека да вот он на что не посмотрит он везде видит красоту этого мира он такой радостный такой довольно такой счастливый да и вот здесь как будто бы такое ощущение то есть направьте свою энергию на то чтобы проживать именно вот такие состояния как будто бы увидеть это она что вы способны да насколько вы способны любить насколько вы там не знаю способны проживать эмоции входить какие-то состояния то есть больше направить свою энергию на на любовь вот здесь хочется сказать на любовь туз мечей ту же слов все тузы выпали как-то знаете на на себя но в контексте каких-то реализации в контексте получения какой-то информации знаете вот как научиться прояснять ситуацию здесь какие-то навыки вам необходимы новые себе раскрыть десятка пендакли то что будет не знаю как-то научиться действовать более результативно научиться выстраивать вот фундамент либо как-то научиться зарабатывать деньги то есть на на другое до причем не просто это делать а научиться жить с удовольствием да то есть направлять наполняться энергиями силами здесь вот как будто бы все ваше внимание нужно направить на ваши внутренние силы то есть на понимание и на познание а что такое сила да то есть что мне придает силы что придает мне удовольствие в жизни да то есть что это может быть чем я могу заниматься чтобы наполняться то есть вам здесь вот постоянно нужно быть в наполненном каком-то таком состоянии с одной стороны а с другой стороны не расплескивать свою энергию то есть нужно понять как работает ваша внутренняя сила как работает ваш фокус внимания то есть вот как будто бы контроль фокус внимания научиться взаимодействовать со своей силой вообще вам не нужно как будто бы париться вот на той ситуации на которой здесь речь идет здесь нужно научиться генерировать какие-то новые идеи получать новую информацию здесь новизна здесь очень много нового должно быть вашей жизни вы как будто вы должны научиться смотреть и замечать перспективы научиться видеть что-то что-то что сделает вас первую очередь сильнее мудрее вот как там более энергичными что ли наполненными королева педакли то есть человеку которому знаете вот как будто бы абсолютно все равно на мир проблем на мир каких-то не знаю других людей на вот на на их какую-то суету возню вот вам как будто бы нужно полностью акцент направить на то а в чем моя важность до вас какой точки зрения да то есть а в чем моя ценность в чем моя польза этому миру не людям а именно миру то есть какие качества я в себе должна аккумулировать на что я должна направлять свою энергию чтобы это вот взращивать внутри себя как будто бы если бы вот я вас спросил да кто вы такие вы бы сказали ну условно говоря да я человек если не будем говорить там женщина мужчина я человек в чем твоя задача да то есть вот какая польза от себя это может сказать что это я не знаю я могу поднимать настроение другим людям да кто-то может сказать а я умею хорошо быстро считать в уме кто-то скажет а я умею там я не знаю решать сложные какие-то задачи разруливать конфликты кто-то может элементарно сказать что я могу вкусно готовить вот здесь акцент надо на направить именно на то что вы умеете вот это вот все приумножать и какую-то свежую нотку внести именно вот в эти качества которые у вас хорошо получается здесь свежести не хватает какого-то потока как-то вот двигаться двигаться вперед выходить вот из этих своих каких-то заморочек поисков каких-то из подвижек непонятных ситуаций знаете хочется сказать что вот как будто бы вам нужно научиться любить вот любить жизнь любить себя любить то что с вами происходит здесь какие-то новые осознания должны прийти к вам новая информация должна прийти к вам но вы ее вы должны настроиться на нее вы должны быть готовы к тому чтобы ее принять что здесь за новая информация придет а по поводу того как вы можете информация по поводу ваших ресурсов как вы можете прийти именно к ним да то есть как вы можете научиться себя дополнять вот как батарейка например которую ставишь данную зарядку и она заполняется вот вам нужно научиться стать вот такой зарядкой да и это действительно учение да то есть как как сделать так хорошо когда у вас хорошее настроение то в принципе его поднять еще выше это но не так сложно когда вы находитесь в паческом состоянии до либо когда там у вас нету ресурса вы там заболели элементарно вам не хватает энергии как вы можете себя пополнить как вы можете настроить себя на позитивный лад как вы сможете протянуть к себе все то что вы хотите это все приходит на энергию это все приходит на вашу силу вот вам как будто вы нужно сейчас фокусироваться именно на понятие что такое сила жизненная сила сила человека для чего она дана то есть вот здесь вот много информации уделите именно этой не физической силой тела с ваших способностей до поднять тяжесть а именно сила человека что это такое что значит там я не знаю свободные какие-то энергии до космические для чего они даны тут вот здесь вот в этом направлении вам нужно двигаться я вообще не париться по поводу той ситуации то здесь какая-то ситуация совершится не завершится то есть это какая-то суета и она в принципе вообще сейчас не ваша потому что здесь у вас идут намного серьезные какие-то трансформации вашей души то есть вам откроется все что вам необходимо такое знаете такое здесь ощущение что вы поняли от расклада как я говорю у вас вам дается один шанс спросить у оракула абсолютно все что вы хотите получить ответ не в зависимости от того какой уровень сознания человека такие вопросы он задает кто-то может прийти и сказать да как как заработать миллион 2 прийти к и сказать как найти себе этом я не знаю партнера на 3 может прийти искать как-то там сесть врагу а четверто вас про и скажите я хочу понять что такое вообще жизнь эта все зависит вопрос зависит от уровня осознанности каждого человека и вот здесь вот ощущение того что не вам дается сейчас уровень осознанности на достаточно высокий то есть трансформации идут в этом направлении вот а вы задаете вопросам там я не знаю где найти там супермаркет в котором можно купить там по скидке колбасу условно говоря да то есть вам оракул говорит может просто абсолютно все не знаю будущее прошлое настоящее неважно что там узнать например как будут жить и людей там не знаю в трехтысячном году каком-нибудь от 3025 году а вы спрашиваете то есть ну а где купить подешевле там пряники либо колбасу либо икру либо еще что-то ну то есть понимаете дает реван и говорю но вы понимаете уровень вот здесь об этом идет речь не теряйте шанс возможность получить информацию о силе что это такое вот почему-то почему-то важно в этом году что такое то что люди говорят называют силой эзотерики до энергия что это такое вот как это работает что с эти можно сделать вот какие-то такие вопросы позиция номер два красненький камешек двоечки что самое главное вам нужно изменить в этом году дать хочется сказать что изменить то в принципе ничего не нужно а нужно направить свой фокус внимания на девятку пендапли на то чтобы соединить все какие-то свои недостающие пазлы и прийти к к единению и день едет не единение единство себя то есть такое ощущение что вот как будто бы нужно собрать себя по кусочкам ощутить себя такими найти целостным человеком на всех абсолютно уровнях на энергетическом на физическом на ментальном астральном то есть ощутить себя полноценным что ли то есть человек который хорошо стоит на ногах человек который понимает себя человек который понимает почему он поступает так или иначе что хочет своей жизни для чего ему это надо то есть вот как будто бы собой нужно заняться здесь надо поработать над королевы кубков то есть нужно поработать над своей эмоциональной составляющей здесь как будто вы знаете одной стороны вы хотите каких-то перемен то есть ваши переживания волнения связаны именно с этим с одной стороны я как будто бы хочу каких-то перемен а потому что ну заслуженные тут эти перемены а с другой стороны я как будто бы по королю педагли хочу какой-то стабильности хочу какого-то постоянства то есть с одной стороны я вроде бы взвешиваю все да все за все против не вот и для чего для того чтобы принять какое-то решение возможно двинуться вперед да потому что есть готовность к каким-то переменам а а с другой страны вроде бы вот хочется хочется какой-то какого-то уюта здесь интересно смотрите с одной с одной стороны да мы дома сидим с другой стороны мы едем здесь вот про это то есть а как будто бы вы понимаете что для того чтобы стать целостным человеком да вот на всех уровнях для того чтобы познать себя для этого нужно как-то развиваться совершать какие-то действия любое движение вперед она вызывает дискомфорт и хотелось бы чтобы были вот эти вот перемены да хотелось бы что-то вот то узнавать куда-то поехать но и с другой стороны не хочется терять комфорт и вот вы как будто бы задаетесь вопросом а как сделать так чтобы не было и комфортно и в то же время чтобы я как будто бы развивалась то есть например я не знаю я понимаю что для развития надо двигаться вперед это например я хочу поехать куда-то в отпуск да то есть любые новые места они помогают нам что-то узнать о новом месте да себе узнать в этой местности но то есть как я себя буду вести смогу ли я там общаться с людьми ну то есть любое путешествие каким бы оно не было да а на самом вытаскивать тебя из зоны комфорта потому что выходишь из своего дома элементарно на котором и ты привык к тому понятному образу жизни с которым ты последнее время взаимодействовал но с другой стороны я не хочу поехать куда-нибудь там путешествие где быть в какой-нибудь палатке до чтобы комары кусали и там еще и тараканы бегали ну вот еще возможно и какие-нибудь змеи ползали вот а иначе как познать природу вот я не знаю здесь такое ощущение что а я хочу как-то комфортабельно познать то есть жить например там я не знаю в какой гостинице там пять звезд вот а и выходить из гостиницы там съездить куда-нибудь в джунгли да на полчаса но потом обязательно прийти домой но либо гостиницу да и принять горячий душ то что я привыкла к горячему душу к нормальной еде не хочу я есть этих ваших гусениц и скорпионов да я хочу есть нормальные макароны условно говоря вот здесь вот здесь вот как-то вот такой опыт у вас будет то есть с одной стороны я понимаю что мне нужно выходить из зоны комфорта да то есть выходить на эту природу узнавать этот мир в конце концов ну потому что я и сама этого хочу потому что мне это надо а с другой стороны ну вот не хочется все таки спать с палаткой да и светить фонариком хочется нажать на кнопочку чтобы электричество зажглось да вот открыл кран и горячая вода потекла не надо подогревать эти тазы и ведра горячей воды чтобы искупаться вот что ты здесь в таком роде идет у вас на я хочу что-то ну хорошо так что же вам нужно изменить все же если нужно для самопознания для целостности что же вам нужно изменить знаете да дать шанс себе по королю кубков хочется сказать дать шанс на на любовь научиться научиться этой любви именно той любви которая будет вас наполнять именно той любви здесь не показано какому-то конкретному человеку а здесь скорее всего в общем такое понятие глобальное масштабное да то есть научиться именно той любви которая будет которая будет помогать вам ощущать себя вот именно не знаю наполненный какой-то вот красивый изящный то есть здесь эмоции они даже если это не касается любви а здесь какие-то эмоции какие-то состояния которые делают вас краше то есть делают вас вводят вас скорее всего в то состояние когда хочется смотреть в зеркало на себя то есть вам нравится это отражение на хочется как-то кокетничать перед этим зеркалом как-то прихорашиваться вот так какие-то такие знаете женские моменты приятные приятные то есть вот вам этому нужно научиться здесь возможно у вас есть какие-то умственные интеллектуальные до навыки и способности а вот именно как будто бы вот для того чтобы ощутить себя наполненной для того чтобы ощутить вот эту вот красоту и и внутри вас нужно пробудить поэтому я сказала кокетничать перед зеркалом что что нужно в себе пробудить вот именно десятка кубков вот это состояние ресурсности наполненности счастья вот не хорошо вам почему-то именно вот этих качеств не хватает такое ощущение что вот вы как будто бы уже научились там я не знаю зарабатывать научились как-то общаться уже с другими людьми а вот какие-то качества которые имеют отношение к состояниям к чувствам к эмоциям переживаниям вот какой-то знаете нежности такой женственности кокетству флирту самим собой либо самой собой вам вот этого вот не хватает вот в этом году вот этого нужно научиться потому что для целостности именно вот этих качеств а какие качества вот вам не хватает десятков жезлов каких не хватает знаете наверное сбросить себя все-таки научиться сбрасывать себя ответственность чрезмерную да то есть вам не хватает умением отказываться от того что не помогает не способствует гармонизации вас то есть проще говоря вот убирать из своей жизни все что мешает вам чувствовать себя хорошо чувствовать себя вот именно красиво то есть для начала вам нужно вот эти качества в себе раскрыть ну то есть научиться их замечать а потом исходя из этого вы уже будете отсекать все то что будет выводить вас из этого состояния из состояния гармонии знаете когда вот ну хорошо на душе спокойно и вы понимаете что например там общение с каким-то человеком ну оно вам будет неприятно и по возможности если можно его изменить убрать да то есть ну отказаться от этого общения вы отказываетесь если нет то старайтесь даже и при общении взаимодействии с этим человеком акцент делать на то чтобы ну не выпадать из этого равновесия из этого хорошего настроения как минимум да то есть делать все то чтобы ваше настроение не менялась вот и вам вот этого не хватает для целостности и по девятке педаклей здесь вроде бы знаете есть все навыки но вот вот это вот эмоциональной наполненности не хватает вот над этим нужно поработать в этом году здесь как будто бы вот эта позиция вот прям исключительно для женщин была так позиция номер 3 зелененький камешек строчки что вам самое главное нужно изменить в себе в этом году вот что нужно изменить в себе то как вы выходите из кризисной какой-то из кризисного состояния то когда в вашей жизни присутствует дефицит в чем-либо вот как вы из этого выходите вот именно дальнейшее свое движение здесь акцент не на кризис не на сложную какую-то ситуацию да там безденежья болезни либо еще что-либо а именно как вы дальше двигаетесь как вы выходите из этого состояния а как вы выходите здесь это нужно поменять смерть смерть здесь понимаете вы как будто бы доводите до крайности аркан смерти не говорит о каких-то резких переменах а смерть это всегда естественный процесс завершения чего-либо то есть вы как будто бы оставляете все ну пускайте все у нас самотек да то есть вот что это сама ситуация каким-то образом развернется что она дойдет до какой-то своей пиковой точкой и сама изменится для одной категории из вас другие вот прям полностью отрезаю да если есть какая-то кризисная ситуация то я резко это отрезаю отрезаю труба кто-то оставляет на самотек и оно само собой завершится потухнет ну то есть вы не прикладываете каких-то усилий а другие единственные усилия которые прикладывают это вот отрезать отрезать все а как надо тройка пиндаги здесь как будто бы нужно в кризисных ситуациях вам нужно не отрезать не отрубать ничего и не оставлять на самотек а простраивать для себя выстроить какую-то новую модель в которой вы будете ориентированы на какую-то цель свою и в этой цели вот вы будете как будто хозяином то есть вы будете решать условно говоря есть какая-то трудная сложная финансовая ситуация вам не нужно на нее закрывать глаза убегать оставлять ее а вам нужно как будто бы вот в эти моменты фокусироваться на том а что вы хотите то есть какой результат вы хотите получить и акцент делать больше на точку б на конечный результат куда вы хотите прийти для того чтобы как-то вот не зависать в этой ситуации а совершать прорыв для того чтобы ее изменить да и окон солнце то есть то что приведет вас к удаче к успеху здесь акцент идет на то что вы скорее всего можете как-то такое ощущение что как будто бы зависать понимаете либо вы убегаете от какой-то сложной ситуации закрывая глаза как этот страус голову засунули и все и в землю и никакой ситуации нет то есть не игнорировать ее нужно и не убегать от нее нужно а нужно наоборот вот в сложной ситуации поставить себе какую-то цель то есть вот такой какой-то интересный подход допустим если есть проблемная ситуация вы ставите в этот момент себе цель и она не обязательно будет связана с этой кризисной ситуацией это может быть связано с чем угодно и вы как будто бы весь свой фокус внимания направляете на достижение этой цели и это является таки более позитивным прорывом для вас каким-то рывком в удачу здесь такое ощущение приведу по другому пример что вам было понятно как будто бы представьте пространство вариантов и она как будто бы вот очень много разных вот этих вот волокон вот эти вот волокна они мне показывают это как будто бы вот ваши варианты ситуации развития вашей жизни и например вот на этом волокне на этом пути у вас появилась какая-то кризисная ситуация вам не надо с ней каким-то образом взаимодействовать то есть там отрезать либо там я не знаю убегать прятаться почему потому что любое действие которое вы будете делать оно будет направлено так или иначе на развитие этой этого кризиса потому что все крутится вокруг этого кризиса то есть например нету денег вы как будто бы не обращать все я приняла решение я не буду обращать внимание на то что денег нет да сама ситуация разрешится но мысли у вас все равно есть по поводу того что денег нет денег нет денег нет то есть вы свою энергию все равно в этот кризис вливаете если вы например там игнорируете либо если вы говорите все нету денег я пойду на другую работу но в любом ну чтобы искать новый какой-то источник да что-то делать и на другую работу вы идете да и там сталкивается с какими-то трудностями и вы все равно возвращаетесь к этому к этой кризисной ситуации и говорите что вот блин если бы у меня были деньги я бы на эту новую работу не пошла то есть вы опять возвращаетесь к этой к этому источнику проблемы а здесь же вам предлагается немножко другое когда у вас есть проблема вот это вам как будто бы не надо ее решать а вам надо весь фокус внимания построить на и направить на то чтобы поставить какую-то новую цель в своей жизни вот именно вот в этот кризисный момент то есть вам говорят как будто бы надо переключить свое внимание потому что если вы его не переключаете вы сливаете туда и решение не приходит вот решение как раз таки она не знаю элементарно вы думаете там есть на как запомнить иностранные языки учите английский язык и вы видите ну сложно не получается вот как запомнить эти глаголы и здесь вам говорится что вам нужно сделать вам нужно поставить новую цель и переключиться то есть новая цель пойду пить чай вот какая какое отношение это имеет тому что вы изучали английский язык абсолютно никакой но вот вы на этих волокнах когда вы ставите себе цель вы уходите от той кризисной ситуации ставите себе цель и тем самым она как будто бы вас перебрасывает на другую волну на другое волокно то есть на другой вариант реальности это не побег это умение лавировать по аркану колесницы колесница что делать она лавирует на волне она не убегает она для своего движения она видит наилучшие варианты это вот если вы попали в пробку человеческую да людскую но вам нужно вот быстро быстро куда-то идти что вы делаете вы смотрите где есть ну условно говоря меньшее количество людей и вы туда двигаетесь да и это вот будет как будто бы так вот зигзагообразная то есть не вот вот так надо протиснуться вот так вы же не идете напролом да то есть если например есть какой-то столп на по творении людей вот так вот прям по диагонали либо напрямую всегда идёт зигзарабообразны. Вот так как раз двигается аркан колесницы. Он не идет на пролом, но при этом он идет к своей цели. То есть он лавирует, у него энергия такая. Знаете, вот он на волне своей, на гребне волны. Волна же тоже, те, кто занимается серфингом, то есть лавили в волну. Дальше ей идет вот эта маневренность, то есть продвижение. Они же неровно идут. Вот здесь примерно об этом говорят. И вот эта вот маневренность, да, то есть зигзагообразная, это умение приключаться с одной волны на другую, с одной волны на другой. Это вот как будто бы, не знаю, какое-то такое переключение удачи. Вот так вам нужно двигаться, на это вам нужно направить свое внимание. То есть допустим, если здесь есть какая-то кризисная ситуация, вам не нужно погружаться в нее, как-то решать, а нужно научиться переключаться на другую волну. Это не побег, это просто говорит о том, что вы переключаетесь на более позитивную волну своей жизни, вариант, вот на это волокно. И пока вы находитесь вот в этом моменте, здесь уже что-то изменилось. То есть в дальнейшем вы можете перепрыгнуть на ту же самую линию развития вашей жизни, на которой вы были ранее, но это будет уже другое время. То есть как будто бы там уже эта ситуация разрешилась. Я сейчас говорю немножечко как-то метафизически, но мне так это показывают. Я не могу объяснить вам бытовым языком, как это будет проявляться в нашем мире, да, физическом. Но вот на метафизическом уровне, да, вот мне показывают, как будто бы вам в этом году нужно научиться выбирать счастливые, какие-то вот удачные, такие переключения в вашей жизни, вариантов вашей жизни. Вот такой выбор, вот этому вы как будто бы должны будете научиться. Я про вас спрашиваю, да, потому что мне кажется, то, что я говорю, это как-то вот достаточно странноватым. Но упадает аркан шута, что как раз и говорит о том, что да, может это казаться какой-то глупостью, ну, какой-то хочется сказать, некой такой шизофрении, но это вот новый какой-то такой подход, который поможет расширить вам ваше сознание и вытащить вас из каких-то кризисных моментов по пятерке мечей, да, каких-то вот болезней. Какие-то уроки, у вас здесь три пятерки выпали, из ваших каких-то уроков, которые вы как-то вот, не знаю, погрязли, погрязли. А здесь абсолютно новая, да, четверка мечей как раз таки говорит о вот о контакте с высшими силами, да, какой-то вот новый подход. То есть все те подходы, которые были у вас ранее, они не столь эффективны. Вам в этом году нужно, да, развивать свое мастерство вот в том направлении, в котором я вам сказала. Потому что здесь должен прийти конец той ситуации, когда вы сами себе разбиваете сердце. То есть вот этот сценарий, его нужно разорвать. Вот поэтому вам и предлагается новый такой формат, шаблон взаимодействия. Потому что вот то, что вы знали ранее, то, что вы умели, оно только боль вам причиняет. Это должно завершиться. То есть здесь должно произойти очищение. Здесь новый какой-то вот подход нужен. Ну, возможно, тот, о котором я говорила. Вот такая вот у меня была третья позиция. Такой очень интересный расклад получился, вот, по крайней мере, для троечек. Не знаю, как остальным. Кстати, надо будет себя потом переслушать. Я всегда загадываю тоже позицию, но забываю. Когда делаю расклад, забываю. Вот, поэтому потом, когда начинаю монтировать, я переслушаю, ага, себе рекомендации. Кстати, я свои расклады тоже смотрю. Даже те, которые, там, я не знаю, двухлетней давности, там, трехлетней давности. Я нахожу ответы для себя. Он тоже так интересный. И всегда говорю, блин, какой мудрый таролог. И смеюсь сама над собой. Не в плане того, что я высмеиваю, а в плане того, что, блин, откуда, откуда эта информация. Вот такой был у меня сегодня для вас расклад. Пожелаю вам всем отличных выходных, хорошего настроения. Приходите на Блиц-консультации. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.